Приветствую вас в пространстве родного дома, город Сочи, поселок Лоа. Это прекрасное место, очень тихое, и привлекает внимание тех, кто хочет уединиться с природой, заземлиться, соединиться со своими корнями, приезжают сюда семейно или с группой, ретриты здесь организуются. Особенность этого пространства в том, что здесь все из природных материалов сделано, и можно окунуться, находясь здесь, в этом пространстве, в атмосферу, как жили наши бабушки и дедушки, и вспомнить, какие они использовали методы для того, чтобы быть счастливыми, здоровыми и благополучными. Приглашаю. До моря здесь 15-20 минут, по улице Таллинской, поселковый пляж, Гаричный, железнодорожная станция, на которую можно уехать быстро и в Сочи, и на другие какие-то места отдыха. Само место находится в удалении от шумных мест, то есть это не центр поселка, это окраина, скорее. Рядом с местом силы византийский храм, что в 7 век постройки, это в 150-100 метров находится на самой горе. Это лес, лиственный лес, здесь тихо достаточно, и у нас здесь несколько есть места для, пространства для автомобилей. Также сейчас идет строительство шатера, шатер полностью строят из бамбука. Бамбук, это обладает очень сильными природными свойствами, исцеляющими. И буддийские монахи использовали его для постройки жилища. Он укрепляет силу духа и помогает настраивать благосостояние во всех сферах жизни. И это арт-объект экспериментальный совершенно, задуман именно для арт-терапии. Здесь можно проводить практики, чаепития, церемонии различные для тех, кто приезжает сюда на ретрит, на группу. Давайте зайдем вовнутрь. Давайте зайдем. Его размер 50 метров квадратных. Здесь, пожалуйста, можно сделать и хороводы, и круги, женские, мужские, химийные, корпоративные какие-то мероприятия, мастер-классы различные, тренинги, ну в общем разного формата. И усилить действия всех практик, которые, и взаимодействие здесь происходит между людей. Вот этой природной стихии, которая, ну как приезжает, в данном случае это бамбук. Мы еще только сами готовимся, испытать на себе, потому что сами энергопрактики расскажем в других видеообзорах, как у нас, какие результаты это принесло. Ну а пока идет строительство, и с августа месяца уже шофер будет полностью готов для того, чтобы в нем проводить мероприятия и исцеляться, и укрепляться в силе духа. Как это делал Будда, буддийские монахи. Ну а у нас в Краснодарском крае растет бамбук, как сорняк, как местные жители говорят. Его боятся, если он укрепится, то его не выведешь в этих местах. Но мы его вот для исцеления используем. Здесь у нас заросли лимозы. Она очень затеняет сад и создает прохладу приятную. Здесь лежак также. Вот такой лежак тоже. То есть можно здесь отдохнуть. Можно разместить коврики для йоги, помедитировать. Это все есть у нас в наличии. Можно воспользоваться или провести свои. Съемка идет в самое жаркое время. То есть сейчас 2 часа дня. 20 июля. И в самый дно. Вот сейчас много тенька. Здесь у нас небольшой сад. Здесь цветы добавляют гармонии этому месту. Ну вот сам дом. Он трехэтажный на первом этаже. Цоколь. Здесь это редкость. В Краснодарском крае не строятся рубовые дома. И сегодня, когда мы заезжали, у нас были опасения, как будет здесь жарко или нет. То есть здесь нет кондиционеров. И самая большая особенность этого дома, что он, естественно, охлаждается. И несмотря на высокую влажность, в доме всегда сухо и комфортно находиться. Здесь у нас зона барбету, где можно приготовить, посидеть вечером у огня. Здесь очень по-деревенски, по-домашнему, природному, по-семейному. Здесь задача погрузиться в природу. Здесь у нас по соседству большой луг, на котором пасется ослик, козочка. Можно даже туда сходить, пособирать яблоки, зубы, просто погулять. Такое широкое, большое пространство. Травы пособирать, веники собрать. У нас есть различные здесь тоже такие активности, мастер-классы, куда можно своими руками что-то поделать. Здесь у нас зона общего пользования. Это столовая, кухня. Здесь размещается 80 человек. Можно готовить, но общая кухня. Микроволновая печь есть. Индукционная плита. Это холодильник. Здесь у нас расположена сауна. Сауна и душевая комната. Бамбуковая. Давно течеют бамбуковые милитки и добовольные милитки. Лучше палочки. Массажные палочки. важный. Обшивка вся, как видите, тоже природная, полы, деревянные, лестницы деревянные. Здесь еле использованы рисунки, которые сделаны своими руками, что тоже говорит о мастерстве, о ручном труде, о творчестве, об индивидуальности, о проявлении себя. Вот такой первый этаж. На втором этаже у нас расположены две комнаты, два номера, двухместный с дополнительным местом и четырехместный. Сейчас мы стоим на крыльце, на первом этаже. На фарт-терапии мы смотрим на море. Здесь прекрасный вид, тишина, очень тихо, только птички поют, трехорчатся на кузнечики и шелестят листва. Дороги все очень далеко, как железнодорожные, так и автомобильные. Вот на той горе находится одиннодорожный храм, куда кузнечики стекаются, чтобы достелиться, что на этом месте сильнее, на фактически все очень сильное место. У каждого, кто сюда приезжает в гости, есть возможность каждое утро ходить на медитации в это место, так как центр расположен очень близко. И утренние прогулки в течение часа можно так пройти погулять. И, конечно, море, его наблюдение, вот эта гармония, которую мы наблюдаем с вами сейчас, она очень исцеляет сама природа, ее созерцание исцеляет человека. Для групп, конечно, здесь много возможности в уединении, провести время, когда ничто не мешает, то есть тебе опасное создано пространство, эмоциональная защита, в которой вы проведете точно так программу, как она задумана. А еще у нас есть площадка, на которую мы с вами отправимся сейчас, это, она находится через дорогу, большое поле около горы, где можно проводить еще и шумные практики, когда нужно проявить голос, постучать, пошуметь, ну, то есть, там, на километр, да, со всех сторон, нет никого и ничего, это, там, пасутся лошадки, и очень красиво, с одной стороны, с другой стороны, там можно раскрыться на полную мощь, тогда, когда это нужно на практиках и на динамических медитациях, поэтому посмотрим отдельно, сходим сюда, смотрите в этом обзоре. Вот так мы доходим по Таллинской к повороту. Там это вниз получается, вот видно море, а здесь уже дорога идет в храм, на озеро, к лошадям, а это уже дорожка идет к нам, то есть, вот так мы проходим по дорожке, сюда, 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 вот там видно наш шатер и домик. А мы сейчас пойдем покажем озеро, лужайку и храм. И фермерский двор. Мы вставляем продукцию самую свежую для наших гостей, чтобы питались самым полезным, то, что произведено прямо здесь. Это и фрукты, и овощи, и чили, и мясо, и яйца, и молоко, чтобы все было приготовлено свежее. Ну вот, мы подходим к повороту на озеро. Здесь тоже очень красиво. Вот бетонная дорога. Здесь вот чайные плантации. Дерево банановое. Ну вот, мы подходим к озеру. Сегодня здесь шумно, но не всегда здесь бак. Здесь большая стоянка, можно на машинах приехать. Здесь есть кафе, столовая. Небольшая детская площадка. Беседки. Лодки. Еще беседки. Можно ловить рыбу. Там вот чуть побольше. Ну вот, мы подходим к храму, идем по дорожке. Тут вот наш любимый бамбук растет. Везде много ежевики, туристов. Здравствуйте. Вы из храма? Да. Как вам храм понравился? Отлично. Спасибо. Такие вот ходят путешественники. Да. Меня здесь устраиваем субботники. Заботимся об этом месте, чтобы здесь было чисто. экологическое сознание, развиваемое у себя и у тех, кто присоединяется к нам. Рассказываем об этих возможностях, как это важно для нашего духовного здоровья и физического, конечно, тоже. Хранить. Вот такая вот есть продукция, продается возле храма. Очень красивая. В course. Недл Vault 2. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok